Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня продолжим рубрику «Наследие пневматического оружия времен СССР», а конкретно поговорим про различные расходники для пневматических пистолетов и винтовок времен СССР. Уверен, они вас смогут удивить. Поехали! Первое. Диабло-1. Какое громкое название, не так ли? Одним из самых распространенных были пули Диабло-1. Каким бы вызывающим ни было название, ничего общего с пулей Диабло у них нет. А представляют они собой обыкновенные колпачки, но весьма приемлемого качества. Продавались они коробками. В коробке 850 пуль. Кто-нибудь встречал такие в тирах того времени? Напишите в комментариях. Масса пуля 0,26 грамма. Второе. Пуля-2. На фото видно, что геометрия пуль разная и качество оставляет желать лучшего. Но для плинкинга такие пули вели себя гораздо стабильнее Диабло-1, почему и были популярны в народе. Но относительно первых были весьма редкие. Продавались в коробках по 350 штук в каждый. Разброс масс пуль довольно большой. От 0,49 до 0,53 грамм. Третье. ДЦ-М. Из информации, найденной в интернете, это были высококачественные пули советского производства. Использовались спортсменами-стрелками высокого уровня для подготовки и участия в соревнованиях. Найти их в то время удавалось крайне редко. Качество пуль было на уровне с нынешними GSB примерно. Но цена в разы меньше. Упаковывались в капроновый поддон, каждая пулька в своем месте для предотвращения смятия. В коробку помещалось два поддона, по 50 пулек в каждом. Масса пуля 0,51 грамм. Четвертое. ДН. Пуля довольно интересной формы и имеет 4 пояска. По качеству были примерно аналогичны ДЦ. Но ввиду своей формы пользовались большей популярностью. Ходило мнение, что эти пули предназначены для мощных винтовок. Выпускались коробками по 300 штук. И в завершение о баллончиках СО2. Изначально данные баллончики были лично мне знакомы для использования в сифонах, если кто такие помнит. При помощи которых газировали обычную воду в домашних условиях. Это я прекрасно запомнил. Но также их использовали и в пневматическом оружии. А именно, например, в том же ИС-67 Карнет. Вот такая небольшая подборка получилась. Друзья, рад буду услышать ваше мнение по данным расходникам в комментариях. А также, может, услышим какие-нибудь интересные или забавные истории, связанные с данными расходниками. Понравилось видео? Тогда поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Но обязательно не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.